Я снова здесь, и кажется, что звук появился, потому что я вижу, что какие-то кружки здесь бегают, когда я говорю. Но пока ждем, когда загрузится Slack. Вообще говоря, конечно, какой-то кошмар. У меня Slack из всех приложений — это самое тормознутое приложение в плане соединений с сетью. Позже всех соединяется, дольше всех тут. С майамским интернетом это не очень круто. Так. Сейчас посмотрим. Сейчас меня тут перестань тормозить. Так. Ну, как видите, у меня сегодня микрофон не очень, потому что я свой не принес. Было чуть-чуть сложно его нести, у меня слишком много вещей с собой. Вот. Рахим сегодня будет попозже. И немножко мне это странно. Вот так вот сейчас я сам с собой тут буду разговаривать еще с протормозом появления этого на YouTube. Вот. Ну, я попробую. И кажется, что подтормаживает местами. Я сейчас попробую выключить ненужные штуки различные. И так. Все. Я повыходил из всяких штук. И вроде бы даже связь. Давайте начнем для разогрева вот с чего. Да. Минутка рекламы. Если кто сидит здесь, слушает нас и не в нашем Slack, подключайтесь. Там интересно. Уже 740 человек. И сейчас будет горячая дискуссия. Она уже началась. Чуть-чуть закончилась. Потому что все сейчас слушают. Но скоро, я думаю, опять начнется различные разговоры в пользу тех или иных редакторов. Давайте я вам расскажу немножко про Veeam. Тут есть у меня небольшой планчик. И там разные пункты, про что мы будем говорить. Я могу сразу сказать то, что вы уже знаете по нашим вебинарам, по моим курсам. И вообще, как и что мы рассказываем, то, что у нас есть много чего сказать с Рахимом и вообще нашей Heslet команде разработчиком. И мы, в отличие от того, что вы видите в сети очень много и часто, мы стараемся зрить в корень и как бы с другой стороны открывать для вас вещи. Это касалось ООП, функционального программирования, еще каких-то вещей. И вот то же самое мы хотим сделать с Veeam. То есть есть вещи, о которых можно спорить лучше, хуже и так далее. Но есть вещи, которые, если вы понимаете, то становится понятно, почему там люди любят Veeam или не любят и в чем, собственно, фишка. И она как бы не лежит на поверхности, на самом деле. То есть вообще обычно почему-то люди, когда о чем-то разговаривают, говорят не о сути, а очень быстро на финтифлюшке скатываются. Вот, например, самый неправильный способ объяснять, почему Veeam круче, это рассказывать, какие у него есть плагины. И люди в это скатываются. А скатываются они потому, что те, кто тебя слушают, они ждут именно этого. Они ждут, что ты именно начнешь разговаривать про плагины, а тут они вывалят, как у них клево ВД, можно там рефакторинг делать. Вот. Рефакторинг можно делать во всех ИДшках лучше, чем в Veeam. И это, да, не за то мы пользуемся Veeam. Теперь несколько моментов из моего личного опыта, просто чтобы вы знали, понимали. Я сам на Veeam достаточно давно пересел, это было лет пять назад. Вот. И после этого, как бы довольно быстро, ну, то есть когда я на нее пересаживался, это было целенаправленное действие. Я знал, почему, зачем мне это нужно, и как бы я сразу начал с того, чтобы использовать его прям хардкорно достаточно. И после этого, как раз я там возвращался в Ульяновск, начал строить Andev, у меня там разработчиков было много. Так получилось то, что под моим влиянием десятки разработчиков, причем это я считаю только те, кто вот со мной непосредственно работал, пересели на Veeam. То есть у нас из 50 человек, наверное, человек 30, если не больше, сидело на Veeam. И сейчас в Hexlet все ребята пишут на Veeam, и в Hexlet Source, в нашем аутсорс подразделении, тоже там большинство пишет на Veeam. Но заметьте, это не потому, что это было требование. А вот так вот получилось то, что люди пропитывались этим и переходили на Veeam. Вот. Но перед тем, как начать уже про Veeam разговаривать, я хочу развеять пару интересных, это мифы, не все думают, что это мифы, но просто это задаст, может быть, тон беседы, просто чтобы вы чуть-чуть глубже начали, ну, дальнейшие понимать слова, которые я сейчас расскажу. Давайте я попробую это как вопрос задать. Насколько важна подсветка, по вашему мнению? Скажите, пожалуйста, ребят. Сейчас я вам расскажу про это немножко. Ну, и пока, собственно, до вас там идет эта информация, как мы помним, она примерно секунд 30 сейчас будет идти, потому что отставание идет. Я могу еще раз сказать такую вещь. Лев Валкин мне давно скидывал статью, которая рассказывает про навороченные инструменты и языки. И там очень-очень классное сравнение. Я вот хоть убейте, не могу найти ее снова ссылку, я надеюсь, потом на эту приложу, где объясняется, почему все не так просто. И как бы навороченные инструменты вас не всегда делают крутым. Вот. Я вижу, что здесь уже дошло про важна-важна-важна, важна-важна-важна. Давайте я вам объясню теперь физиологию всей этой истории. Когда вы изучаете иностранный язык, например, вы изучаете английский, то в основном учителя, грамотные учителя вам будут говорить, если вы будете тренировать свой именно listening и хотите смотреть видео, фильмы, сериалы, никогда не делайте этого с включенными субтитрами. Потому что если вы включаете субтитры, мозг – это такая штука, которая приспосабливается к окружающей среде и всегда идет по более простому пути. Ну и понятно, почему для выживания, экономии энергии и так далее. Все достаточно прозаично и физиологично. Так вот, когда вы включаете субтитры, то зрительные образы намного проще воспринимать и вырабатывать ассоциации внутри, чем звуковые образы. По этой причине ваш listening просто отключается. То есть вы его не прокачаете таким образом. То есть это очень сильно… вы не можете это контролировать. Ваш мозг будет просто отказываться это делать. Я, например, в Майами это вижу просто очень классно, здорово. У нас здесь место такое, где очень много русских… Ну вообще сюда русские мамы приезжают рожать. Здесь какое-то суперпопулярное место. Вот. И дети там… им живут много русских, и дети с самого детства знают как бы и русский, и английский, и испанский еще к тому же. Вот. Так вот, видно, что дети, которым там в районе трех лет, 4, 5, 6, они соскакивают на английский. То есть им… они вроде как бы родители дома всегда говорят на русском, то есть на английском они даже меньше, получается, где-то коммуницируют. Но они соскакивают на английский, потому что там проще намного. Вот. Теперь, надеюсь, что вы поняли, о чем я хотел сказать, и теперь непосредственно про ВИМ. Ой, в чем с ВИМ? Подсветка. Подсветка – это абсолютно то же самое, ребят. Наличие подсветки… Наличие подсветки, по сути, делает так, что ваш мозг перестает пытаться анализировать этот код. Короче, он это делает просто немножко другим способом. То есть смысл в том, что да, это так же, как с субтитрами. Вы намного быстрее, вам намного проще, и это еще и затягивает, и вы этим пользуетесь. Отсутствие подсветки требует тренировки чуть более долгой. Но я вам скажу так. Вот у меня, когда было где-то 20 разработчиков в NDEV, я ревьювил их код. Весь, каждый день весь код. Это тысячи строк кода. Я думаю, что там в пиках до десятков тысяч строк кода доходило. Я вам скажу, что я это делал исключительно в гитлоге, и у меня дошло до такой степени, до такого автоматизма, что я в какой-то момент вдруг осознал, ммм, код же без подсветки. То есть я просто внезапно это понял, что код без подсветки, а мне она не просто не нужна, она мне мешает. Так вот, мой главный тезис не в том, что она не нужна, и не в том, что давайте все сейчас будем отказываться. Я просто хочу, чтобы вы понимали, опять же, суть саму. Это всего лишь вопрос адаптации мозга. Без подсветки он может прекрасно жить. Подсветка не является жизненно необходимой. Вы не будете работать на 10% менее эффективно без подсветки. Вот. Это просто, чтобы вы знали об этом. И как бы, когда опять же спорили об этом, понимали суть. Ну и, соответственно, есть при этом рекомендации определенные, то есть делать ее все-таки не пестрой, а как можно более такой однотонной, тогда мозг не будет на это все отвлекаться. Особенно сейчас я видел популярные многие люди, ну не то, что популярные, но я начал это замечать, и многие люди об этом пишут, типа, о, смотрите, семантическая подсветка, которая выбирает разные цвета в зависимости от того, какие у вас. То есть для того, чтобы переменные подсвечивать, например, если у вас три переменные функции, они будут такими цветами, две перемены, они будут такими. Я вам прям гарантирую. То есть вот с точки зрения работы вашего мозга, эта штука вообще делает так, что у вас невозможно строить ассоциации. У вас каждый раз картина мира новая. Это очень сильно, это наоборот очень сильно затрудняет анализ текста. Вот. Просто, чтобы вы знали. Поэтому вопрос отстой комфортно-некомфортно, это вопрос адаптации вашего мозга. Я пишу с подсветкой, но, опять же, говорю, мне это просто потому, что редакторы, черт побери, подсвечивают код. Вот. А в целом мне не важно. То есть да, в новом языке, конечно, легче. Опять же, так же, как вы берете новый совершенно, не знаю, человек на другом языке разговаривает, вы видите, вы первый раз слышите этот язык, вы видите, когда субтитры, ясен красен, вам будет легче. Вот. Но в том же, например, в Ruby или в PHP мне подсветка абсолютно не нужна, я без нее совершенно комфортно себя чувствую. Вот. И это заняло какое-то время. Причем это не дни, это не недели, это даже побольше. Вот. Все. Это, опять же, к вопросу знания. По поводу ересь, семантически менять цвет. Ну, я вот знаю людей, которые считают совершенно наоборот и писали мне, о, смотри, какая теперь крутая штука. То есть мое личное отношение, что это да, что это абсолютно вот вещь, которую ваш мозг просто загружает совершенно ненужными вещами. Ну, вы просто погуглите, вы найдете, что есть такая штука, как семантическая подсветка. Кстати, я надеюсь, что прям с самых первых минут вебинара я начал вам, как обычно, заставлять двигаться части, которые прилипли и думали, что по-другому не бывает. Вот. По поводу автодополнения сниппетов, ну, жить без них тоже можно. Вот. Ну, дальше вы уже сами себя решаете. Главное знать, что бывает по-другому. И не будьте с такими категоричными. В жизни бывает всякое. Теперь, что касается Vima. Давайте я теперь снова задам вопрос. Как вы думаете, почему люди вообще используют Vima? Почему вообще? То есть, как так, что редактор, который был создан черт знает когда, пользуется такой популярностью? И вообще, зачем мы об этом говорим? Он, NetBeans был суперпопулярен. Где он сейчас? Кто-нибудь пользуется? Вот. И не только NetBeans. Я думаю, мы много можем вспомнить различных редакторов. Много разных редакторов мы можем вспомнить, которые были, ушли. Почему Vima не ушел? Кто может сказать? Потому что Linux, потому что Hotkey терминал Vima использует. Потому что... Вот это, кстати, классная штука. Я ждал, что кто-нибудь скажет. Vima используют те, кто не осилил Emax. Это тоже, в принципе, правда, на самом деле. Плагины. Не плагины. Eclipse. Eclipse есть, наверное. Ну, может быть, не настолько живой доступна консоль. Вот. Вот. Был только один ответ чуть-чуть более ближе. Ну, как бы вообще так. Имеет отношение к тому, о чем я собираюсь рассказывать. Все остальное вообще просто... Просто в молоко, что называется. И вот тут практически правильный есть ответ. Значит, давайте я вам объясню самое главное, почему используют Vim. Мне не важно. Вот просто слова меня как Vimera, чтобы вы понимали ценности. И ценности не то, о чем вы говорите. Я могу сразу сказать, на Vimera мы берем любой плагин практически, в VD-шке это будет сделано лучше. То есть практически все сделано лучше. И больше, и с коробки, и все в этом духе. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, все-таки не обижайте разработчиков. Им никто не платит деньги, они там десятилетиями пилят этот Vim. И когда им там говорят претензии, я хочу, чтобы редактор представлял мне все из коробки. Ну, извините, ребят. Как бы это не коммерческое предприятие. Вы сравниваете это со всеми остальными ED-шками, которые были... Ну, которые продаются за серьезные деньги, и за ними стоит компания. Это нельзя сравнивать. И уж тем более не уважать работу этих людей, которые это делают. Спасибо, что вообще это все есть. Два года, три года назад там никакими не пахло. Менеджерами. Ну, там что-то было, конечно, уже, но это был действительно ад. А вот сейчас это совсем другое. Дальше следующее. Вот ребята уже все ближе и ближе подбираются. Смотрите. Мне, опять же, неважно крутизна ваших плагинов в ваших ED-шках. Попытка разговаривать со мной и вообще с Vim. То есть я сейчас говорю со мной, но по сути я сейчас не то, что это такой накидываю на другие редакторы. Я сейчас просто выражаю мысль как бы того, как вимеры, вот те, кто прям вимеры, смотрят на это все. Мне неважно, в какие редакторы фичи, сколько их там появляется, что с каждым годом они улучшаются, и все круче и круче, и за вас пишут. Это примерно так же, как когда говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть. И, например, так же, кстати, в языках типа в Руби и в Яве я иногда примеры привожу у нас там на работе, когда ребят учил, о том, что многие друг друга не понимают, вот разные комьюнити, именно потому что часть вещей, которые у одних считаются плохим тоном, у других считаются хорошим тоном. И они, когда начинают этим хвалиться, то еще больше все там поспорили, разошлись и еще больше убедились в том, что каждый из них прав. Да, вот просто такая же штука получается. При всем при этом, вот что бы там ни писали, как бы вы там ни говорили, что там что-то говно, не говно там и так далее, я как человек, который в том числе делает Hexlet и использует много технологий и учит многим технологиям, в том числе не всегда тем, которые мне нравятся, я очень толерантен ко всем этим вещам и не скажу вам, что вот это говно, вот это круто, вот. Я только могу сказать, что все говно, все редакторы по-своему дерьмовые и каждый может накидать. Теперь, Vim. Значит, самое главное, то, что есть в Vim и то, что действительно его делает уникальным редактором текста, не ID, редактором текста, это очень важно. Это то, что, вы знаете же слепой 10-пальцевый набор? Я вот, например, владею, у меня там скорость набора примерно 600 знаков в минуту пиковая. Ну, то есть так поменьше, но вот 600 как бы бывает. Так вот, для меня Vim и для тех, кто так прям серьезно пользуется, Vim это, то есть, есть слепой 10-пальцевый метод набора текста, а Vim это слепой 10-пальцевый метод редактирования текста. То есть, Vim мне, все, что мне нужно и все, что делает Vim Vim и то, ради чего все это существует, это командный режим набора. То есть, наличие двух режимов. У вас есть командный режим и у вас есть режим ввода текста. И вот это настолько, это так же как функциональное программирование, то, что мы говорили. Вот есть мейнстрим, там есть OOP, какие-то вот эти классические истории, а есть вот функциональное программирование. Вот здесь примерно то же самое. Популярность Vim вообще не связана с возможностями Dash, никогда она будет с этим не связана. Просто в один момент, когда человек понимает. То есть, он может случайно к этому прийти, может быть специально, как я, потому что я знал, что это так до того, как я пересел на Vim. О том, что пересаживаясь на Vim, я именно меняю свой подход. То есть, я не пытаюсь перенести туда практики с обычных и Dash, потому что они там не работают, и там другой подход. Например, использование табов в Vim, у Vim'еров этого не бывает практически. Они там есть, но Vim'еры их не используют. То есть, это всегда проблема, когда вы пытаетесь, как бы, есть такая шутка, да, программист на фортране на любом языке пишет на фортране. Вот так же про редакторы. То есть, приходит такой, а, я тут не смог сделать то, что я привык делать в своем редакторе. Вот Vim – это о том, как поменять мышление и как встать, набирать текст слепым, десяти пальцем методом, в смысле, редактировать текст. Сейчас я делаю минутный перерыв, чтобы посмотреть, что народ пишет. Вот. По поводу эмуляции я отдельно расскажу. Давайте это, ребят, просто это несерьезно, если вы пытаетесь это сравнивать. Значит, вы, ну, никогда по-серьезному на Vim не писали, потому что, ну, это несравнимо. Я много раз это пытался делать, и могу вам сказать, что, ну, не знаю, это как после настоящей женщины синтетическую попробовать. Простите за сравнение, но это то же самое. Вот. Теперь. Я хочу, чтобы вы поняли, что вот эта штука, вот эта штука – самое главное. И она настолько важная, что, ну, просто уйти с Vim'а, если, короче, есть какая штука. Командный я имею в виду, конечно, то, что у вас режим клавиатуры, что она работает в один момент как клавиши, как команды, в другой момент клавиши, как просто текст. Вот. Так вот, Vim, после того, как ты пройдешь этап, а там такая сложная кривая обучения, она на самом деле… Да, Vim очень сложный редактор для начала, чтобы, во-первых, его философию надо понимать, потому что, ну, прийти… То есть философия Vim'а еще в том, что вы редактор… То есть режим insert вставки текста и… Ну, в смысле изменения текста. У профессиональных вимеров бывает только в одном случае, когда вы набираете текст. Профессиональные вимеры никогда в жизни не входят в режим редактирования, в режим insert для того, чтобы текст изменять. Ну, кроме backspace, когда вы прямо сейчас набираете. Вот. Это очень важно. Потому что я вот банально, когда я вернулся в Ульяновск, мне такие ребята, там реально много ребят уже, кого я набирал на работу, говорят, «О, смотри, мы тут Vim'еры, я Vim'ом пользуюсь». Я когда посмотрел, как они Vim'ом пользуются, у меня кровь из глаз пошла, потому что это ничего общего с Vim'ом не имеет. Вот. И обычно те, кто с Vim'ом уходит, я не зря это спросил, это обычно, ну, человек просто не дошел до той точки, когда он вот это вот понял и принял. Но есть еще другой момент. То есть одно дело бывает, что просто действительно, ну, не прошел вот это вот кривое обучение вот до определенного момента, когда назад пути нет, чаще всего. Другой момент, что для кого-то это может быть неприемлемо. То есть, да, есть совершенно другие люди, кому как бы, ну, то есть они это вообще, им это не подходит. Просто не подходит, потому что вот таки они. Говорят же о вкусах, не спорят. Не спорят о кухне, о еде, о музыке. Это абсолютно то же самое. Есть еще одна категория людей, которым нужны фишки. Да, им вот прям вот фишки. И более того, есть вещи, которые связаны не просто с фишками, а физической возможностью что-то делать. Например, без Visual Studio, там, в серьезных .NET-проектах, я думаю, что будет очень тяжело. Особенно если мы говорим про кодогенерацию, вот с Java то же самое. Ну, там, да, там как бы совершенно другая ситуация. Там просто у вас, ну, там такой вендерлок, можно сказать, выбора особо не остается. Хотя, просто чтобы вы знали, тот же Лев Валкин спокойно писал на Виме практически без плагинов. Кто не знает, он писал в Cisco их, не real-time, обычно, операционную систему и все ее подразделы. И там было 7 миллионов строк-кода. Ну, это так, чтобы просто соотносили. Вот. Сейчас, сейчас... Вот. По поводу медленно, немедленно... Еще раз. Ребята, вы понимаете, что такое слепой 10-пальцевый набор? Я же не говорил слово «скорость». То есть я сказал свою скорость набора текста, это вообще не связано с редактированием текста. Разговор именно в том, что... Давайте я хорошую аналогию вам приведу, я ее всегда обычно привожу. Вот, по сути, Виммер — это человек, который играет на гитаре. То есть я испытываю ровно точно такие же ощущения, когда я работаю в Виме, как я испытываю от игры на гитаре. Я, конечно, не самый офигенный игрок на гитаре, но я немножко это умею делать, и у меня как бы моторика выработана. То есть смысл в том, что у вас все работает на моторике. Я, когда набираю в Виме текст и редактирую его, я могу думать о чем-то другом, я могу разговаривать с людьми, и я никогда, ни при каких... Ну, кроме, может быть, переключения на браузер, я не убираю руки вот от положения, в котором они находятся при 10 пальцах наборе текста. То есть мне физически... Я физически испытываю боль при необходимости сдвинуть руку в сторону. То есть... Ну, все уже, не могу я без этого. Я не знаю даже, как это объяснить, но... Кто, как я, дошел до этой точки, назад пути нет. И я... Про VimMod я сейчас отдельно расскажу. Там есть еще, как бы... Там есть VimMod в других редакторах, там еще другие есть ограничения, они связаны с этим. Но в целом, я донес до вас мысль, что, как бы, вот спорить... Когда мы говорим про VimMod, прям именно VimMod, не те, которые думают, что вот это другая ID, потому что в ней круче плагины, и я буду на Vim, а не на IntelliJ IDE. А именно те, кто вот так же, как я, думает, что нам бесполезно вообще, как бы, говорить что-то про другие редакторы. Я сидел на NetBeans, на IntelliJ, на Eclipse, я все эти редакторы пробовал и знаю всю их мощь и так далее. Это просто не имеет для меня никакого значения, просто потому, что я человек, который принял для себя вот эту вот концепцию разделения команд и редактирования текста, и я просто по-другому не могу. То есть я свой блог веду там и вел блог там. У меня в баше включен Vim. Кстати, у моих многих ребят, знакомых, кто со мной работал, у них в Vimeo или как он там называется, в Chrome. Но, правда, до этого я не дошел, потому что, когда я что-то браужу, мне нужна свободная рука, потому что, может быть, я ем. Ну, вот. Да, ну, как бы... Культ карго, ну, какое-то неправильное сравнение. Это о другом вообще. Я покажу примеры, но... Просто... Самое главное, что я всегда пытаюсь донести людям, вот когда я начинаю спорить, я вот вижу, что те, кто спорят о Vimeo, Vimero скидывают вообще в спор о плагинах. Ребята, ну, давайте просто, чтобы... Ну, сейчас не разговор о том, что я кого-то призываю на Vimeo писать, я просто вас призываю понять, что такое по-настоящему Vimeo, и почему люди пишут Vimeo, и почему он до сих пор живет и здравствует. То есть здесь даже просто подтверждение как бы не мое, а вообще в целом. А кто говорит, что он, типа, он хорош просто для редактирования конфигов, но это, блин, это просто потому, что он стоит на этом, на серверах. Это вообще нисколько... То есть если сказать эту фразу, это вообще не характеризует вот то, о чем я до этого рассказывал уже 30 минут практически. Да? Вот. Теперь. Следующее. С точки зрения эффективности, я могу вот еще что сказать, с точки зрения эффективности или неэффективности. Кто-то серьезно думает, что его ИД... Ну, то есть, предположим, вот мы берем профессионала в каждой ИД. И сажаем их рядышком. Вот. И просим сделать одинаковые задачи. Что можно прям сделать градацию, там, сверху вниз, что, типа, чувак, который пишет на IntelliJ, восьмой версии, он на 30% эффективнее, чем тот, кто пишет в Vime. Там, чувак в Vime, там, эффективнее того, кто пишет просто в блокноте, там, на 5%. Ну, и вот так далее. То есть если вы серьезно верите, что это влияет на то, как люди программируют, ну, это вообще никак не влияет. Корреляции просто нет. Я вам даже более того скажу. А, есть корреляция небольшая, но она для вас будет, может быть, внезапная, вы можете соглашаться или нет, но просто нужно понимать, что у меня есть большой опыт в виде моей филиала, которым я управлял, в котором было 50 разработчиков. И я могу сказать так, их скиллы вообще не коррелировали с редактором, но поскольку Vime достаточно сложный в обучении и как бы обычно к нему приходит как не к первому редактору, то есть в какой-то момент, когда этот человек решает, то все-таки те, кто пишут на Vime, обычно как бы у них квалификация выше. Ну, это просто корреляция, это не причинно-следственная связь. Это очень важно понимать разницу. Просто потому, что к Vime приходят гораздо более, то есть не новички, то есть их в массе меньше этих людей. Соответственно, и получается, что те, кто пишут на Vime, обычно это люди работают эффективнее. Но опять же, поймите, это не потому, что они пишут на Vime, а просто потому, что на Vime переходят те, кто более опытные люди. Вот и все. Я надеюсь, что я немножко вам вот это вот объяснил. Давайте, чтобы просто закончить эту часть и уже прийти какой-то вот, чтобы я показал, попробовал, проблемы Vime рассказал, да, с чем мы мучаемся. И потом я еще вам хочу прямо в конце просто конфигурацию. Типа, кто хочет начать? Вот такие-то сайты, такая-то конфигурация, тра-та-та. Давайте закончим нашу философическую часть повествования. Есть у вас какие-то вопросы? Ну, опять же, давайте без там всяких троллингов, каких-то таких вещей. Просто хочется, чтобы вот эта вот корневая идея, она была для всех понятна. Напишите, вот если кто-то действительно прямо не понял все равно. Вот. Я пока чуть-чуть помолчу и посмотрю. А, ну я, кстати, сейчас, наверное, статистику посмотрю. 71 человек с нами больше, чем в прошлый вебинар, но меньше, чем в первый вебинар. В первый было намного больше. Ну, кстати, тоже, видите, показатель? 70 человек меньше, чем в первый раз. А в первый раз было про то, как начать программировать. То есть новичков-то, в принципе, гораздо больше тех, кому это интересно. Ну, точнее, новичкам это меньше интересно, чем то, как начать программировать, и поэтому они Veeam даже не интересуются. Окей. Окей. Поэтому что? Итак, давайте я вам объясню мотивы перехода на Veeam. Просто вот отдельно от всего. Как, опять же, на моем личном примере. То есть я просто ко всем делам так подхожу, что я сначала изучаю очень хорошо и, ну, как-то представляю, о чем что-то речь перед тем, как это пробовать. То есть я не просто на Veeam пересаживался, там, о, прикольный редактор, сейчас я попробую. То есть я уже достаточно неплохо понимал, знал, зачем он мне нужен. Я знал, что переход на Veeam – это связано как раз с изменением... Да, то есть смотрите, опять же, еще раз давайте. Скорость печати. Не говорите про скорость печати. То, что я сказал про свою скорость печати, это не связано с Veeam. Я просто сказал, что мне лично это, естественно, командный режим после того, как я владею слепым десятипальцем методом. Еще раз, это не о скорости, это о том, что вы печатаете именно у вас моторика. Veeam позволяет вам отключить свой мозг вообще целиком и делать все на автомате, как будто вы играете на гитаре. Вот. И я испытываю исходное ощущение, когда это делаю. Я не знаю, сколько мне надо раз это повторить, чтобы наконец-то все это поняли и перестали писать про скорость печати или гибкости D. Вот. Это, ребят, не имеет никакого значения. Но, кстати, если кто понял... Ну ладно, это я не буду рассказывать, это отдельная история. Теперь. Какие могут быть мотивы перехода на Veeam? Вот именно то, что я описал. То есть это действительно единственный мотив. Если вы, ну, по крайней мере, хотя бы примерно поняли эту идею и хотите попробовать вот в таком режиме, когда у вас все основано на моторике, то есть вы хотите сделать так, чтобы... Ну, то есть, во-первых, если вы не владеете слепым десятипальцевым методом и смотрите на экватору, то Veeam не для вас. Я думаю, что теоретически вы сможете им пользоваться, но я не думаю, что это будет хоть сколько-нибудь эффективно. Да-да, редактирование, не печать, конечно. Вот. Так что первым делом изучайте слепой десятипальцевый метод. Вот. Именно десятипальцевый, а не двухпальцевый. Дальше. Вы, когда переходите на Veeam, если вы уже это решили делать, первым делом, чего вам надо сделать, это отключить стрелочки и руки не убирать с положения, в котором находятся пальцы при слепом десятипальцевом методе. Давайте я, кстати, запишу. Здесь есть еще один аспект, который называется, как улучшать свой скилл в Veeam, потому что это реально очень техника целая. Я забыл про это. Окей, теперь смотрите, давайте попробуем сейчас прям, я вам покажу несколько примеров. Значит, в Veeam есть две части. Первая часть встроенная, вторая часть – это различные плагины. Вот. Мы, смотрите, мы все равно, в конце концов, к этим плагинам пришли, но давайте я сразу же вот еще раз это подчеркну. Любой плагин Veeam дерьмовее, чем любая аналогичная функциональность вашей еды, чтобы просто не было никаких вопросов. Я не спорю. Вот. И я в это охотно верю. Мне это не важно. Он достаточно хорош, чтобы я чувствовал себя с ним комфортно, но остальное как бы для меня намного важнее. Итак, сейчас я разберусь, как включать. А, ну и, кстати, кто-то может после того, что я сейчас покажу, испугаться. Это тоже нормально. Может быть, даже и хорошо, что... А, еще. У нас когда ребята, которые приходили к нам работать, они вот видели, что... Ну, то есть вот он молодой парень, только учится программировать, там, писать на Ruby, например, потому что мы в основном брали всех и обучали сами. То есть вот откуда все это обучение пошло. И они сразу практически говорили, а, здорово, я хочу сейчас на Vime попробовать, потому что все тут на Vime пишут, я тоже буду писать на Vime. Это плохо. Я вам очень не рекомендую начинать работать с Vime, когда вы не владеете технологией, на которую вы пишете. То есть если вам приходится думать не о том, как писать код, о том, что нажимать, и при этом еще вы не понимаете, с чем вы работаете, и вам надо алгоритмы в голове прокручивать, это вообще очень плохо. Вы не в два раза замедлите себя, в 500 раз. Поэтому сначала либо тренируйтесь на том, на чем вы знаете, не знаю, в блоге статьи пишите, либо изучите сначала технологию. Итак, значит, включаем... Сейчас, куда тут тыкать-то? Вот есть скриншер. Опа! Давайте я вам открою Hexlet. Хоть посмотрите немножко, что там внутри у нас. Я уже начал пользоваться, собственно, Теперь я вам объясню. Значит, у Vime довольно необычные клавиши переключения... То есть не стрелочки, а H, J, K, L. То есть получается, что вверх, вниз, влево, вправо, и все эти клавиши находятся на одной линии. Это очень непривычно. То есть вам придется потратить какое-то время, чтобы для вас этот способ стал естественным. Опять же, это так же, как с подсветкой. Я вот не зря про эту подсветку вначале говорил. Все, что вы делаете, все, что человек делает в своей жизни, это вопрос адаптации. То есть человек всегда приспособится. Не будет подсветки, стрелки будут в другую сторону повернуты. Все будет хорошо. Но в Vime это... Vime это ок. Причем... Знаете, какая, кстати, интересная вещь. В Vime, его клавиши очень-очень семантичные. Не только потому, что тот, кто начал пользоваться Vime, кстати, сейчас вот классная вещь, которую я могу про это рассказать, объяснить. Сейчас. В Vime клавиши и вообще комбинации, то, как происходит с ними работа, это не какой-то набор хаотичный, как, например, во многих редакторах, но вам просто надо запомнить очень много комбинаций. И они очень разные. И просто их надо как бы знать и все. У Vime есть система. И эта система достаточно несложная. То есть когда вы понимаете, начинаете чувствовать ее систему, и она становится для вас родной, вы комбинации будете сами из головы придумывать. И вам даже не надо будет про них знать. То есть вы как будто на другом языке начинаете составлять предложения. Я вам покажу, как, в чем это проявляется. И еще несколько важных моментов про Vime. Значит, вот как бы с одной стороны кажется, что у меня здесь дерево файлов слева. Но в реальности это так называемый буфер. То, что вы здесь вот видите, это всего лишь текст, по которому я перемещаюсь, так как я перемещаюсь вот в этой правой части. Никакой разницы вообще абсолютно нет. Это означает, что вот в этом месте, то есть я вот могу здесь открывать, справочку посмотреть, да. Жалко, вы не видите мои руки, но просто чтобы вы видели, что я тут закрыл, открыл. Это что дает? И почему никакой Vime-мод не способен с этим сравниться? В Vime-моде вы ограничены вот этим одним окошечком, в котором вы находитесь. А в Vime очень важно идет понятие буфера. Когда у вас, вы можете свой экран засплитить насколько угодно разных, вот, например, я сделал три окна, да. Вы можете засплитить насколько угодно буферов, делать в них совершенно разные вещи, но при этом, при всем, каждый буфер остается тем же самым буфером текста. То есть, например, перемещение вот по этим, по структуре файлов, папок, для меня это точно такое же, как я делаю поиск в любом другом буфере. То есть, вот я сюда переключаюсь, я нажимаю слэш и начинаю искать. И вы видите, что поиск работает ровно точно так же, как он работает и в основном, когда это я делаю просто вот здесь или вот здесь. Например, в анете. Ну и, соответственно, так же можно переключаться, потому что никакой разницы нет. Это одна из причин, и это очень важная причина, почему никакой Vim-мод не способен сравниться с, собственно, с самим Vim. Потому что у меня Vim вообще все, весь редактор, терминал, если он тут будет, какие-то, не знаю, там, буферы для поиска. Вот, например, есть, все же привыкли к поиску через фазе search, например, да? Вот он в Vim тоже, вот он такой весь в фазе. Ла-ла-ла, я там помню расширение, помню папочка вроде так называлась, в файле вроде так, rb, вот. И видите, вот я тут хожу вверх-вниз, это точно такой же буфер, в котором я могу использовать все те же самые подходы, которые использую и везде. Вот, я переключился и включил. Так, сейчас... Достаю, что там пишется. Так. Так, ребят, сейчас тоже подтупливает? Давайте сейчас проверим, что происходит. Не, может быть, он не висит, может, это просто я как бы ничего не делаю, и ощущение, что висит. Окей. Да. Так вот, давайте объясню какие-то базовые штуки. То есть, вот мы открываем, например, очень простой контроллер, который список категорий показывает. Вот. Значит, те вещи, которые встроены в сам Vim, которые можно использовать. А, ну и просто, чтобы вы знали, да, когда кто-то в Vim работает, вот реально сидите рядом с Vim и видите, как он работает. Если он действительно убирает код, я, конечно, говорил там про скорость, не будем разговаривать, но все-таки, чтобы вы знали, вы просто не поймете, что делает человек. Он делает это с такой космической скоростью, просто, знаете, как в фильмах, когда вот просто мерцают экраны, одни, вторые, третьи, все переключается, то это превращается в вообще просто, как будто, значит, такой фильм очень быстро идет. Теперь, значит, какие есть способы начать редактировать текст, например? То есть, как мы это делаем? Вот мы находимся сейчас вот на буковке B, и мы можем сделать следующее. Я не собираюсь вам рассказывать все комбинации, которые существуют, но я вам просто покажу, то есть, как именно это работает. То есть, сейчас я нахожусь в командном режиме. В этом командном режиме я могу делать очень много всего. Давайте начнем просто с того, что я просто перейду на восьмую строчку, то есть, это двоеточие 8. Вот, я здесь оказался. Теперь, если я хочу начать, скажем, если я хочу удалить эту строчку и начать печатать прямо с этого места, то я набираю CC. Вот, и все. Причем, смотрите, вниз, слева, там видно, что я в сорте оказался. То есть, я сразу печатаю. Если я хочу начать печатать под этой строчкой, я нажимаю О. И, ну, как видите, отступ тоже сработал, все хорошо. Причем, я тоже оказываюсь сразу в инсерт-режиме отмен. Если я хочу начать печатать над этой строчкой, то я нажимаю Shift-O. И я, например, могу здесь определить еще одну функцию, ну, как угодно. Если я хочу начать печатать после буковки D, вот этой буквы, ну, обычно делают, когда вот ставят в конце, вот здесь вот, да, или, например, вот здесь вот, я после буковки F хочу печатать. То есть, не вимер он как? Он бы сюда там ручками перешел, потом в режим редактирования входил. Но вимер делает так. Если ты находишься на буковке E, ты нажимаешь буковку A, и он тебя автоматом перекидывает на следующий символ, и ты входишь в режим редактирования. Но это еще не все. Еще бывает такое то, что нужно удалить текущий символ и начать печатать с этого места. И, опять же, для этого есть буковка S, которую мы нажимаем, он удаляет текущий символ, и, опять же, можно видеть то, что мы перешли в режим insert. Это как бы основные только способы начать редактировать текст. Ну, да, про тмукс можно потом сказать, будет пару слов. Я даже, может быть, удивлю кого-то тем, как можно тмукс использовать. Вот. Следующий момент, давайте пока... Немножко хаотично получается, потому что у меня этого... Я вот вспоминаю, по ходу, очень важные моменты. Значит, смотрите. Еще один очень важный момент, касаемый вообще Vim, из-за чего многие испытывают проблемы. Если кто-нибудь загуглит, пожалуйста, сделайте это и скиньте фотку в чат, чтобы просто люди увидели. Vim был придуман для клавиатуры, в которой не существуют кнопочки control. Ой, что я вам говорю? Caps lock. Caps lock, для тех, кто не в курсе, придуман был во времена IBM PC. То есть PC совместимая клавиатура имеет caps lock на этом месте. И это была очень-очень плохая история. И на самом деле вы можете много статей на эту тему найти, потому что абсолютно редкая комбинация, редкая клавиша, которая занимается переключением режима, появилась в том месте, где на самом деле всегда был control. А над control чуть выше, в том месте, где tab, был escape. И именно поэтому для многих людей, которые начинают пользоваться Vim, особенно есть такие большие, даже эргономичные клавиатуры, знаете, типа Microsoft Natural Keyboard. У нее там огромные просто слева, там внизу где-то клавиши, вот это вот control. Ребят, это особенно вот для меня, у меня большие руки. Это вообще невозможно. Это физически. То есть вы можете просто туннельный синдром заработать такими действиями. То есть смысл в том, что Vim, я уже говорил, у него все клавиши реально семантические. И он был задуман таким образом, то чтобы у вас control был слева. И поэтому если вы им активно пользуетесь, а кнопочка control даже в Mac очень активно используется в Vim, то это просто must have переключить control и caps lock. И тогда большинство комбинаций у вас будут просто тривиальными по нажатию. Ну, без этого просто больно смотреть, как люди пользуются. Но вот выше, кстати, еще комментарий был по поводу типа hjkl, что типа ха-ха-ха, как это семантично. Это очень семантично, потому что все исходит из удобства набора текста. Ой, да, удобства. Так вот, перемещение по тексту очень частая операция. Во все стороны. Так вот, все операции, которые связаны с тем, чтобы клавиши, для тех, кто владеет слепым 10-пальцевым методом, они не убирали руки с этих клавиш, туда, вот именно в эти места вынесены основные истории. Поэтому стрелочки находятся именно в этом месте, потому что вы тогда таким образом вообще никуда не передвигаете ваши пальцы. Вот. Но при этом, кстати, QWERTY, для тех, кто помнит, сама как бы вот эта раскладка QWERTY была создана в те времена, когда... Давайте я пока сейчас временно вырублю шаринг. Вот я появился. Раскладка QWERTY была придумана во времена печатных машинок. Вот. И ее специально сделали такой, чтобы у вас клавиши, те, которые часто встречаются, были разнесены как можно... То есть те, которые подряд идут, были разнесены как можно дальше. Это при... То есть QWERTY создан специально, чтобы замедлить вашу скорость. Вот. И это не очень круто. Есть дворок, который как раз суперэффективен, но проблема в том, что когда вы переключаетесь на дворок, у вас все клавиши VIMA съезжают, и они становятся просто... Ими становятся реально невообразимо пользоваться. Да, конечно, есть маппинг, который пытаются перевести, но я честно, я пробовал на дворок пересесть, у меня не получилось. Но я знаю e-максеров, которые на двороке, и они очень много лет как бы вот всем этим пользуются. Вот. Это просто, чтобы знали про QWERTY. Но что самое интересное, и Цукин русский был придуман уже после. Он придуман был во времена электронных машинок, и он намного эффективнее QWERTY, создан специально, чтобы мы набирали очень быстро и эффективно. Вот. Ребят, а по поводу... Ну, Саш, я же сказал, что вопрос не в значении H, J, K, L, а в том, что именно там находится у тебя рука при слепом 10-пальцевом методе, и ты никуда руки оттуда не убираешь. Ну, давайте внимательнее. Я опять же говорю, взгляните в корень, а не просто то, что вам кажется. Вот. И еще по поводу... Вот очень, кстати, тоже часто люди говорят, а, я поменял Escape на, там, типа, на Caps Lock. А вот не стоит так делать. Потому что, во-первых, Control очень часто используется. Раз. А во-вторых, а вы в курсе вообще, что в Yamaha, в Vime есть нативная комбинация, которая заменяет Escape полностью. И в Mac'е это Control-левая скобка. Вот. И если у вас Control находится в правильном, нормальном месте, то это абсолютно удобно. То есть я себя переучил в первые три недели вот на эту комбинацию, на Control-левую кнопку. То есть я не стал придумывать себе, типа, там, куда забиндить этот... куда забиндить Escape в другое место. Я просто сразу же загуглил, что существует альтернативный путь, Control-левая квадратная скобка, и все. То есть теперь, как бы, у меня такой проблемы нет. И я вообще этого не замечаю. Но при этом Caps Lock у меня Control. Да, всю жизнь... Ну, последние пять лет я не испытывал никаких проблем с этим. Вот. Ну, при этом, конечно, Command тоже тут где-то... Я, кстати, даже, знаете, вот так же, как я говорил про гитару, вот если меня сейчас кто-нибудь спросит, а Command в Mac'е задействован в Vime, я понятия не имею. Я, честно, вот настолько на автомате печатаю, что у меня нет просто никакого... Я даже не знаю, я использую его или нет. Ну вот, по поводу JJ. Я как раз же и сказал, что, ребят, есть нативная комбинация. Квадратная скобка не просто удобнее, это одно нажатие. Это одно нажатие, это очень важно. Вместо двух. Вот. И... Ну, единственное, конечно, я чуть-чуть промахивался первое время, потому что это над мизинцем справа вверху, и как бы, особенно если у вас там типа проблемы с 10-пальцевым слепым набором, это может быть неудобно какого-то. Если вы печатаете слепым 10-пальцем, это как раз над мизинцем, это как раз его зона ответственности, и рука должна прямо сама по на автомате прыгать. Вот. Поэтому как бы рекомендую. И плюс... Плюс я еще... Плюс я еще в какой-то момент знаете, что было? Я использовал много всяких сборок. Вы, наверное, знаете. Akita. Есть этот от одного из core-девелоперов бывшего рельс Yehuda Mats, там, Кац, точнее. Его сборку там кто-то... Его сборку кто-то там зафоркал, потом еще, и там какая-то суперпопулярная стала Jade, она что ли называется. Я не помню. Сейчас я думаю, кто их напишет. Вот. Я в конце концов снес все эти... сборки нафиг, потому что эти сборки начали переопределять... Эти сборки начали переопределять стандартное поведение. Вот я, по-моему, рассказывал про это, что дефолты менять вообще говоря очень плохо. Кстати, вот в ментальном программировании в моем видео вы можете это увидеть, я это описываю. Почему и как? Это опять же моторику вам сбивает. И я в итоге сделал свою собственную сборку и как бы с дефолта я ни в коем случае не нарушаю. Нет, теоретически я мог где-нибудь нарушить, но что-то я не думаю, что я так сделал. И я всячески этого избегаю. Именно в том числе поэтому, например, для control я использую стандартную комбо. Это control левая скобка. И вопрос, опять же, не в количестве нажимаемых символов, а в том, что это одно нажатие. Ну, в смысле, оно как бы такое одновременно, а не так тык-тык. Вот. Теперь давайте... Так. Если я снова включу... Если я снова включу... Сейчас я посмотрю, где у меня тут скриншар. Давайте. Я сейчас просто пробегусь по разным штукам, которые мы здесь используем. И они... Ну, они просто покажут вам... То есть, как мы используем... Как мы используем Veeam. Здесь ничего нет необычного. И, скорее всего, вы мне назовете миллиард комбинаций, которые повторяются в других редакторах. Но я здесь именно хочу показать систему. И почему-то этот командный режим это как наркотик. То есть, после чего ты не можешь работать с чем-то другим. Вот. Если нам надо перемещаться по словам, то есть клавиша W. Это World. И это достаточно как бы... Опять же, это симпатично очень. И более того, здесь... Я не знаю, как у них это получилось, но они... С одной стороны, и слово как бы правильное, а с другой стороны, они именно вот часто используемые... Замапились на часто используемые клавиши. Но при этом и в этих же местах оказались правильные слова. Вот. Я не знаю, как они это сделали. То есть, если мы перемещаемся по словам вперед, то это W. Вот. Если мы... Ну, причем слово, как вы видите, это не совсем... Это не непрерывная последовательность не пробельных символов, это именно последовательность от A до Z. То есть, это символы алфавита. Если вы хотите перемещаться по пробельным символам, то все, что вы делаете, это просто используйте Shift W. Вполне себе логично. Если вы хотите перемещаться назад, то вместо W вы набираете B. B это backward. То есть, word... И абсолютно та же самая схема работает с B большой. То есть, B большая, вы начинаете прыгать по... уже по... Как они называются? По словам до пробельных символов. Дальше. Если вы хотите прыгать не по началу слова, смотрите, я по началу слова. То есть, каждый раз в начало слова прыгает. А вы хотите прыгать по концу слова, такое тоже часто бывает. Вы используете I. То есть, вот он... Ну, опять же, видно, что не по пробельным символам. Также вы начинаете использовать Shift-I. И он начинает прыгать в конец слова, уже не учитывая всякие точки, дефиксы, пробелы и все остальное. Вот. Так, сейчас... без Tabs. Я вообще Tab не очень, практически не использую. нет, я говорил не Mats, я говорил Cuts. Yehuda Cuts. Ну, в смысле, я ошибся сначала, сказал, что Mats. Я имел в виду Yehuda Cuts, который Merp, который jQuery и который Ender. Вот. теперь давайте следующие штуки, которые очень важны, которые здесь используются. Например, если вы хотите удалить впереди, то есть, давайте мы здесь стоим, я хочу удалить слово. То есть, тогда мне перед W, то есть, я использую в любом случае W, потому что я говорю, что это слово, но перед ним я ставлю модификатор D, это Delete. Соответственно, DW удаляет слово. Возвращение обратное, это, кстати, Ctrl Y. Теперь, значит, если я хочу удалить два слова, я набираю D, 2, W, и он удаляет два слова. Как видите, он опять удалил, если мы просто W используем, то он удаляет их вот не по пробельным символам, а он удаляет их по специальных символам, считает это отдельное слово. То есть, это означает, что мы в эту комбинацию можем добавить еще одно изменение. То есть, мы набираем D, 2, и делаем Shift W, и тогда он уже удаляет до пробелов два слова, так сказать, в кавычках. Теперь смотрите, я еще раз набираю D, 2, и обратите внимание в самый низ, вот здесь вот, и вот здесь видно, что вот, как бы, какая комбо сейчас набирается. Вот. Я надеюсь, что вы уже увидели немножко систему в этом. То есть, вот в перемещениях она есть. Всегда. Теперь, сейчас будет, сейчас будет для многих, наверное, открытие. Почему-то никто этого не знает, но для меня это очень простая комбо, и оно реально очень часто используется. Более того, я даже иногда код форматирую под эту фичу. Она называется VIP. То есть, V, V вообще, в Vime, это переход в визуальный режим, когда вот вы перешли в него, и вот так вот выделяете. Если мы нажимаем Shift V, то выделение идет повстрочно. Это сразу смотрите, какая фишка. То есть, я нажимаю О, и теперь я сверху выделяю. То есть, вот можно таким образом как бы подгонять. И смотрите, я нажимаю, то есть, это опять скинуть все. То есть, я нажимаю не Escape, а Control левой скобкой, как я уже говорил, для выхода из этого режима. Теперь, что обязаны все вимеры знать? Вот выделение очень важная штука, иногда нужно. Выделил один раз, что-то с этим сделал, потом еще раз надо выделить. Выделение повторное, это GV. Оп, выделили повторное. Перемещение вправо, я нажимаю Shift в правая стрелка, и он переместился вправо. Теперь есть еще одна супер важная комбинация. Я немножко отвлекся от того, что я хотел вначале сказать, но уж понесло меня. Если вы хотите повторять какую-то операцию, это относится вообще ко всем операциям. В Vime есть абсолютно фантастическая штука, которая называется операция точка. То есть вы делаете какую-то комбо, и после этого точка повторяет это столько раз, сколько вам нужно. То есть вы, например, в одном месте текст поредактировали, перешли в другое место, нажали точку, и он повторил за вас это. Вот сейчас это тоже сработает. Вы видели, что я сделал выделение, я повторяю его, GV, и вправо подвинул блок. То есть я что-то после этого ничего делать нельзя. Смысл в том, что если я нажимаю точку, то этот блок будет двигаться вперед дальше. Вот. То есть получается, что это реально очень, это очень реально крутая штука. То есть вам не нужно каждый раз вот там, типа выделил, зажал shift и вправо, потом опять shift, вправо, shift, вправо. А, тут еще и выделение пропадает. Вот. То есть вы просто нажимаете точку, и оно повторяет столько раз, сколько вы хотите. Так вот, а теперь про ту фичу, с которой я начал. Она называется VIP. то есть V это визуальный режим, а дальше есть модификаторы around и inner. Inner, понятное дело, что это внутри, что-то делает. Around это outside. А, around это вокруг. А P в данном случае это параграф. Так вот, когда мы набираем VIP, то выделяется текущий параграф. И так повелось, что чаще всего какой-то параграф это функция. Это очень часто происходит. И поэтому я как-то к этому привык. И я настолько часто использую, что я специально функции таким образом форматирую. Я даже иногда end вот тут внизу специально вниз убираю. Кстати, может быть, это открытие будет для ребят, кто со мной работает. И это мне помогает делать вот так. Я делаю VIP. Оп. V удаление. Ну, кстати, когда удаление срабатывает, он удаляет его в внутренний регистр. То есть вы можете его вставить. И в другом месте вы просто нажимаете P и он делает вставку. Вот. Такая вот штука, связанная с VIP. Ну, давайте я вам проточку еще раз покажу. То есть, например, у нас есть какое-нибудь слово, которое здесь повторяется. У нас есть слово web. Давайте я вот web нашел. То есть как делается поиск, слэш, что-то ищу, enter, да. И вот дальше перемещение N вперед, shift N назад. И как видите, у меня настроен VIN таким образом, что он ищет, не учитывая регистр. Так вот, смотрите. Я перешел на вот это слово. У меня задача. Мне нужно удалить это слово, вместо него написать что-то другое. Не web, а, например, я напишу, ну, не знаю, сейчас что-нибудь напишу. Как удалить слово? Есть delete, который делает удаление, но delete, в свою очередь, не переводит вас в режим редактирования. То есть вам после этого придется с руками это делать. Но есть другой модификатор, который называется c, это change. То есть change работает как delete, но с тем условием, что после выполнения команды c вы попадаете в режим редактирования. Поэтому c на самом деле чаще используется у виммеров. Так вот, если я хочу... Смотрите, если вы уловили как бы идею того, что я до этого рассказывал, в принципе, вы уже должны догадаться, как удалить слово. То есть я могу, например, сделать как? c, w, и тогда удаляю это слово, потому что абсолютно те же самые законы. Дальше я после этого набираю, например, не знаю, cat. Нажимаю control, левая скобка, сейчас у меня это на автомате. Жму n, потому что перехожу к следующему поиску. И теперь все, что мне надо сделать, это нажать точку, потому что точка повторит то, что было сделано в прошлый раз. Я вот нажимаю точку, и мы получаем место вебкат. Все, дальше можно сохраняться и идти дальше. И как бы продолжать двигаться. Вот что такое... Это очень маленький, прям вот вы даже себе не представляете, насколько кусочек того, как работает чистый Vim. Тут ничего, кроме Vim, еще нет. И вот именно за это, то есть не просто то, что типа есть куча комбо, а именно вот командный режим, в котором я как на пианино играю, а потом... Я даже, кстати, за все это время, сколько я вам показал операцию, я ни разу не вошел в режим редактирования. Ну, в смысле, один раз только, чтобы заменить веб. Вот. Я не буду больше показывать, просто иначе это займет очень много времени. Могу только вот такую вещь сказать. Сейчас я остановлю шаринку. В базовом Vim'е настолько много комбинаций и настолько много вот, типа, вот даже начать редактировать текст, 10 способов. И, там, конец, удалить строчку, переместить, перепрыгнуть, очень-очень много всего. Естественно, это очень много для того, чтобы человек все это знал, умел пользоваться. И Vim'а такая вещь, когда ты можешь там каждую неделю что-нибудь по чуть-чуть читать, и ты каждый раз до себя будешь открывать какие-то новые вещи. Но в реальности каждый человек пользуется очень небольшим набором команд. И есть какой-то более-менее базовый, который используется всеми Vim'ерами, а вот уже такой расширенный, он очень специфичный, у каждого собственный. И здесь как бы вопрос просто как, кто как привык. Причем, я знаю места, где я использую неэффективные способы. Но просто как бы по motion, то есть именно по движениям рук, опять же, поскольку у меня слепой 10 пальцев, просто мне так удобней, даже если это занимает чуть больше клавиш нажатий, я все равно делаю очень быстро, поэтому это нисколько меня не тормозит. Но это просто удобно с точки зрения, например, по очередности нажимания или не выворачивания себе рук лишний раз. Хотя, в принципе, с control я их не выворачиваю, но все же пальцы никуда особо вверх-вниз не бегают. И здесь можно сказать про такую вещь, связанную с обучением в Vim'е. То есть как люди… Да, вот, Саш, я сейчас вот про эти штуки расскажу. Все, что касается surround, замен, подход к скобкам, это очень круто. Что такое, как бы как происходит обучение на Vim? Вот вы на это смотрите, кажется, блин, как им начать пользоваться, потому что ты заходишь и ты знаешь, что вот для того, чтобы выполнить какую-то операцию, есть миллиард комбинаций, можно тысячу разных способов все это выполнять. Обучение на Vim'е строить следующим образом. То есть понятно, что в начале, конечно, надо какие-то туториалы пройти, есть интерактивные учебники. Кстати, можете уже накидывать, потому что их там реально полно. Даже стандартные, он уже классный. То есть его достаточно, чтобы хотя бы базу начать понимать. Так, что я хотел сказать? А, так вот, есть офигенная статья, и не одна на английском, правда, я их читал, по тому, как учиться Vim'у, но она, в принципе, понятна. Это касается не только Vim'а, это вообще как бы вас, как людей, так в GTD так же делают, когда там тайм-менеджмент свой качают, а в программировании. В Vim'е невозможно знать все сразу. В Vim'е вы в любом случае будете начинать вот как бы снизу, и вы будете делать много неэффективно. Смысл в том, что нужно обладать очень хорошей способностью рефлексировать. То есть вы с течением времени начинаете видеть, что какие-то операции, желательно чем раньше, тем лучше, вы делаете просто неэффективно. То есть, например, вы видите, что у вас повторяется какая-то операция, и в какой-то момент нужно просто остановиться. А вот я видел очень много людей, которые вот не останавливаются. Они выучили просто, ну, не тот, что там свой набор, они очень все неправильно выучили. То есть можно все-таки совсем плохие привычки как бы приобрести. И если вы это не меняете, ну, будет достаточно плохо все потом. Так вот, идея в том, что вы находите вот такие бутылочные горлышки, останавливаетесь, ищите специальную литературу, потом заставляете себя, тренируете, и в следующий раз, когда это встречается, вы мозгом себя останавливаете, не даете сработать автомату и переучиваете себя на новое. И поскольку все знают, что изменять привычки это самое сложное, то это то, что надо с самого начала учитывать при переходе на ВИМ, готовиться к этому и делать так. Иначе вы будете, ну, как бы, вы можете перейти на ВИМ, но это будет не совсем то, как если бы вы делали там более серьезно подходя к этому. Это вообще, кстати, я вам рассказываю, как будто я к свадьбе готовлю. Что-то такая серьезная штука, бла-бла-бла. На самом деле, мне просто хочется, чтобы те, кто пользовались ВИМом, они не пользовались ВИМом. Потому что я очень много вижу, что в ВИМе сидят и пользуются им не ВИМом. Я когда о Новокемпе, помню, рассказывал, ну, то есть там для большинства людей там многие вещи были открытием. То есть они здесь там, как бы честно народу говорил, что, блин, да, получается, что я в ВИМе что-то не то делаю. ВИМГОЛЬФ, да, это хорошая штука. Но я там пробовал повторить результат, кстати, в ВИМГОЛЬФе пару человек, причем не сложные штуки, я не смог сделать так круто, как они сделали, ну, по длине команды, которую ты набираешь. Вот. Если никто не против, это, конечно, странно сейчас будет выглядеть, потому что прервется, ну, не то, что прервется, сейчас просто будет пустота, просто остановить это нельзя. У меня болит немножко горло, потому что я много говорил, я схожу водички попью, у меня просьба накидать вот что только можно и вопросы, и там какие-то выводы, я не знаю, там еще какие-то, о чем сейчас вы хотите поговорить, в дополнение к тому, о чем мы говорили. И я приду и продолжу. То есть что мы еще рассмотрим, что я хочу рассмотреть? Я хочу показать немножко плагины, то есть конкретно какие стандартные, что такое ВИМГОЙ, то есть как мы ВИМ используем, то есть что я говорил вместо табов, почему и что используется, да, и какие вещи мы делаем. Потом можно поговорить про проблемы, какие есть у ВИМа. Естественно, те люди, которые пользуются любым инструментом, знают хорошо про его проблемы и говорят о них. Но говорят обычно, когда все уже пользуются этой штукой. Вот. И про тмукс, может быть, пару слов. Небольшой демонстрации. Окей? Все, я пошел за водой. Спасибо. 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 Кто знает, куда мне надо тыкнуть, чтобы... А, вот, нашел. Сейчас нам должен подсоединиться Рахим. Так. Может быть, в туалет, да. Мне, кстати, знаете, что нравится? Я вот, если говорить про наш слаг, у нас действительно здесь очень много, и вот мы постарались с самого начала как-то сделать такую атмосферу, какую-то дружелюбную более, да, чтобы не было там агрессии, чтобы не было, ну, ребячества какого-то, когда там друг друга там ты тупой и так далее. И... Ну, и вообще как-то взвешенно более. Все-таки взрослые люди собрались, и мне нравится то, что у нас это получилось. То есть я вижу иногда, есть попытки как бы свалиться в какую-то непонятную штуку, но хочется вот какого-то такого... чтобы говорили про комьюнити, что оно очень дружелюбное. Вот. Переключение между файлами. Сейчас мы это посмотрим. Да. Ну, вот про плагины я уже... Ну, как бы, мне кажется, должно понятно быть, потому что я говорил с самого начала, что Vim — это не о плагинах. Вы должны почувствовать Vim. Вот после этого уже плагины. То есть если вы начинаете с плагинов, вы хотите в Vim сделать ID и пользоваться им как ID. Если вы это делаете, вы не пользуетесь Vim. И вы... Ну, вы даже сути не поймете того, о чем я говорил. Ты с дискотеки? Сейчас, одну секунду. Всем привет. Извините, я сегодня опоздал. А, ну, двойка тебе. Знаешь, что я хотел сказать? Представь. Кстати, я ехал и слушал трансляцию, так что я все слушал. А то я тебе хотел сказать, ты ничего не видел, но сейчас, типа, я передаю тебе слово, продолжай. Нет, я все видел, да. Я про Vim хочу сказать немножко про свой 10-минутный, грубо говоря, опыт. Я уже давно не пишу код, к сожалению или к счастью. И это отсутствие такой работы, оно не сразу пришло, а как бы постепенно ушло. И я заметил, что в какой-то момент ты меня, вот, и ты, и Коля Рыжиков вдохновили попробовать Vim. Я попробовал, и я несколько месяцев... Клуб, да, клуб анонимных имен. И я попробовал, и несколько месяцев сидел в нем. И вот ты там правильно сказал, что не стоит его переходить на Vim, если вы еще там некомфортны в какой-то технологии, в которой потом будете писать код. Я пытался изучать Ruby и рельсы одновременно на Vim. И да, это было не очень комфортно, но в какой-то момент это стало довольно комфортно. Я стал там себя чувствовать в принципе так же комфортно, как чувствовал в Sublime, где до этого сидел. И в какой-то момент, да, я начал замечать, что редактирование текста стало удобнее. Ну, и как-то все проще стало. А потом, когда я все меньше стал вообще прикасаться к коду, я заметил, что прям есть такая точка, после которой, если ты еще не достались, ты там не несколько лет использовал Vim, что у тебя вообще до автоматизма дошло. И есть такая точка, после которой я прям не чувствовал смысла. То есть я недостаточно, у меня недостаточно много опыта, чтобы это было автоматически, и в данный момент недостаточно много необходимости работы с кодом, чтобы поддерживать этот уровень, чтобы тупо не забывать как бы комбинации, чтобы пальцы не отвыкали. И я все это к чему? Если, я не знаю, насколько это кейс, я думаю, кейс это вообще не частый среди тех, кто сейчас нас смотрит, что человек как бы изредка пишет код. Ты или пишешь, или не пишешь. Но если вы все же изредка пишете код, то будет тяжело перейти на Vim и держаться на нем, мне кажется. Вот. It makes sense. Вот, да. Давно хотел сказать. Да? В прямом эфире, может быть, еще что-то хочешь сказать? В прямом эфире? Да нет, я вроде ничего не хочу сказать. Да. Я... Вот, я тут нарисовал, пока мы сидели. Плагины. Ну, давайте как бы... Я покажу теперь, что... Я хочу просто показать именно стандартный флоу работы, просто примерно, как это происходит. А, ну, я уж не говорю про... Знаете, есть вещи, которые тоже, они могут для кого-то быть суперважными. Я, опять же, по сравнению с командным режимом, все это мелочи. Но, например, Vim мне позволяет легко подключать любой новый язык. То есть я пишу на десятках, ну, там, типа, десяток языков, и они у меня все, как бы, совершенно равнозначно поддержаны Vim за счет, там, тут раз плагин нашел, доставил, фигакс у тебя, такой язык поддерживается, раз, такой. И при этом, как бы, это реально, то есть это и экономно по ресурсам, и достаточно такая хорошая поддержка, которая достаточна для того, чтобы делать какие-то базовые вещи, иметь отступы, там, навигацию по коду и все такое. Давайте я вам еще кое-что покажу. Так, значит, вот мы переключились. итак, значит, показываю, как бы, флоу работы. Я сейчас, смотрите, я сейчас могу, скажу так, я многие штуки не использую, вот, и, ну, как бы, у меня достаточно сейчас ограниченный получился флоу, лично мой, я его сильно урезал, я уже говорил по поводу того, чтобы, я не хочу много запоминать, я не хочу знать супер все комбинации и под каждую ситуацию узнать свою собственную комбинацию. Ну, в нашем современном мире вообще это тяжело, как бы, слишком много всего происходит. Поэтому у меня есть некий ограниченный флоу, но он для меня очень такой естественный, и я в нем работаю. То есть, во-первых, навигация. А, ребята, я забыл вам самое главное сказать про Vim, еще одну точнее, очень важную штуку. Значит, смотрите, мы, во-первых, сказали про переключение Control, но для тех, кто не знает или нет, то есть, как-то оказывается, что почему-то это не знают люди, кто даже Vim пользуется. Есть супер, мега важная клавиша. Она называется лидер. На клавиатуре у вас нет такой клавиши, потому что лидер это название внутри Vim. То есть, какая-то клавиша по дефолту выбрана лидером. Так вот, гигантское количество комбинаций, особенно, которые идут через плагины, делаются через кнопку лидер. И, опять же, для меня какая-то внезапность была, когда я общался с Vim. и они такие, какой еще такой лидер? То есть, как бы люди этого действительно не знают. Так вот, эта клавиша супер важная, потому что почти все, что вы используете... Ну, то есть, я сейчас вот так вот не смогу вам... Не могу сказать точно, где я это использую. Опять же, потому что я вообще не помню ни клавиш, ни комбинаций. Вот если меня прям начать спрашивать, типа, Кирилл, скажи, что ты нажимаешь для того, чтобы вот это сделал? Да черт его знает, что я нажимаю. У меня это вот изнутри уже откуда-то, я ничего не помню. Так же, как и с слепым 10 пальцев методом, я расположение клавиш на клавиатуре не знаю, и я его не вспомню. Так вот, лидер по дефолту неудобен. Я не знаю, как так получилось. Может быть, опять же, это связано с тем, что со старой клавиатурой он где-то был в правильном месте, но я почему-то этот момент не изучил. Так вот, лидер почти у всех находится... Точнее так, есть какое-то... Есть стандартное расположение, как бы такой, типа принятый стандарт, что лидер помещают на то место, где русская Б, ну или запятая. Я вам очень тоже всем рекомендую, просто потому, что вам будет очень легко, там, если переключение через сборками, если вы используете... Ну, whatever. То есть, люди это используют активно, в общем, лидер лучше туда помещает. Теперь давайте посмотрим, какие есть... из базовых и не из базовых. Значит, по поводу флоу. Ну, есть, понятно, всякие мелочи из серии, там, типа удалить внутри скобок. Это плагин surround. То есть, когда вы работаете с парными... Кто-то может сказать, кстати, я это делаю редко, а вот нифига. Я в Vime, вот именно на Vime, заметил, что это происходит очень часто. например, у вас есть какая-то вот штука, которая обернута таким образом. Кстати, смотрите внимательно. То есть, вот как я сейчас обернул? То есть, я сейчас обернул очень по-костыльному. То есть, я поставил здесь, перешел в конец, поставил здесь. А на самом деле это делается вот так вот. Оп! То есть, видите, курсор никуда не двигается, а внутри, а снаружи внезапно появились скобки. Круглые. Вот. Потому что есть специальная комбо. И это действительно очень частая операция. Так вот, есть такой плагин Surround, который позволяет вам делать фантастические вещи. Причем, я сейчас даже уже не помню, может быть, часть этих комбинаций даже не Surround идет, но это один из ключевых плагинов при редактировании текста. То есть, например, у вас были кавычки, вы хотите их поменять на эти, двойные скобки. Блин, я, кстати, назову их это, то есть, одиночная кавычка, двойная кавычка. Вот видите, я поменял это очень легко. Также вы можете их удалить. Также вы можете удалить внутри. Причем, я сейчас сделал удаление через, помните, как удаление? DI, и нужно набрать в Surround именно тот символ, который является окружающим. Но если я набираю CA Around, то тогда он удаляется вместе со скобками. И еще в режим редактирования заходит. То есть, смотрите, DI, CA, CI, то есть, опять же, у вас есть просто набор модификаторов, из которых вы, как бы, понимая принципы, можете совершенно разные штуки конструировать и делать. Вот. Это вот один из очень важных плагинов. Surround является просто для меня, ну, а, и вот, кстати, для любителей Vima в других Vim Mode. Одна из причин, по которой я Vim Mode не могу пользоваться, это отсутствие Surround. Потому что Surround, это настолько крутая вещь и настолько она часто используемая, вот по именно таким модификациям, то есть вот у меня были, вот они. Я их там удалил, там, внутри них все удалил. Этого нету просто. И я физически не могу пользоваться такой штукой. Кстати, вот смотрите, здесь круглые скобки. Чтобы быстро к ним перейти, надо набрать что? Надо набрать Shift%, Shift%, и мы находимся в конце. Shift%, еще раз, мы находимся в начале. Вот такая прикольная штука. Еще из базовых вещей, которые есть внутри самого Vima, F, то есть F делает поиск по строке вперед. То есть мы пишем F, а потом символ, который надо найти. Очень полезный переход к ближайшему символу. То есть, например, F, квадратная скобка левая, и вот видите, я вот оказался вот здесь. Вообще, это как бы суперская штука. То есть, например, ну, дальше опять можно бесконечно показывать. То есть, например, я делаю Shift%, и сейчас было. должно было мне это произойти. А, это я перепутал с башем. Но у меня тоже иногда это голову сносит. То есть, например, я Shift-C нажимаю, он удаляет все от текущего места до конца, и у меня появляется возможность тут сразу писать, потому что, опять же, это был C. То же самое Shift-Delete, то есть он не входит в режим редактирования. Ну, и так далее, и так далее. Опять же, можно бесконечно. Все. Теперь, да, и, кстати, вот по поводу есть. Я уже говорил, ребят, любой плагин есть в любом редакторе, и, скорее всего, он работает круто. Но это никак не связано, и это не может быть лучше для меня, чем наличие командного режима. Вот. Это просто, чтобы еще раз там не возникали разговоры по поводу того, что, то есть я не меряюсь, я просто говорю, вот то, чем мы пользуемся, то, как мы живем, и то, как мы, вот почему ВИМ, собственно. Вот. Не только потому, что это планет существует. Да, Архим? Да, я хочу пару вопросов задать. Одна из проблем, с которой я столкнулся, я думаю, многие с этим сталкивались, это очень сложно понять, что происходит с вставкой. Вот типичный кейс, как бы, чувак программирует, использует подход Stack Overflow Driven Development, копирует код в браузере и пытается вставить, какая-то хрень происходит. Потом он там находит какой-то специальный режим, на него нужно переключаться и вставлять, потом снова из него переключаться. Ага. Что с этим делать? Как вставлять код нормально? Как вставлять, чтобы форматирование не сходило с ума? Ну, как автоформатирование, делаешь так вот, оп, и все, отформатировалось. О, смотри, я тебе сейчас сломаю, все, сейчас. Да, нет, ты скопируешь откуда-нибудь. Нет, раз, сформатировалось. А, я понял тебя. Ты имеешь, что, вообще внешний код, что ли? Да, вообще. А, ну, это просто не знаешь. А есть такая штука, я и говорю, да. Да, есть такая штука, которая называется паста. Вот смотри, в левый низ, в экран вот сюда вот. Смотри. Сейчас. Оп, паста. Да, ну, вот я и говорю, что нужно в этот режим найти. Он у меня на F4. А почему он, почему, почему он нужен? Это какие-то исторические тут заморочки? Нет, подожди. ты не забывай то, что Vim – это текстовый редактор. Текстовый редактор не ED, и он за тебя не должен форматировать код. Да, но если я копирую уже отформатированный, допустим, и там, и там использовались табы, или там, и там, и там использовались пробелы. А, я тебе объясню, почему это происходит. Нет, я тебя сейчас немножко обманул. Смотри, как это происходит. Когда ты вставляешь в Vim код, он его вставляет построчно. И получается, что встав... То есть, получается, смотри, ты вставил первую строчку, дальше у тебя перевод строки, а где у тебя окажется следующий курсор, где у тебя ниже окажется? Ну да, в начале. Он не в начале окажется, это зависит от того, как у тебя... Да, у тебя зависит от того, как ты здесь в Vim устроен. Скорее всего, он у тебя окажется вот прям под тем же местом, где ты вставил. Ну да, и получается лизинка такая. Да, и там еще пробелы, и они вправо уходят, и они так и дальше, и дальше, и дальше. То есть, это вот как бы связано... Опять же, я уверен, что этому есть какие-то объективные причины, почему это так... Слушай, наверное, потому что это естественный способ вставки. То есть, типа, вставка с no-pass, это как бы неестественно. То есть, это по сути происходит выключение режима переноса строк. Понимаешь? То есть, получается, что здесь как бы идея в том, что у тебя Vim использует один и тот же механизм при наборе кода и при вставке кода. Разницы никакой нет. Поэтому тебе нужно переключать этот режим. Вот. А скорее всего, редакторы обычные, если у них нет такой проблемы, они просто реально как бы делают так, что когда ты находишься в режиме вставки, ну, в смысле, именно копируешь текст внутрь... Да. Он просто понимает, видимо, это как. Да. Но я могу тебе сказать, что скорее всего Vim просто не способен разницу видеть, потому что у него вставка происходит там тысячу разных способов. И для него это... Ну, понимаешь, да? То есть, это такая... Это физическая причина. Ну, невозможно понять, каким образом вставка происходит. Вот. Окей. Второй вопрос. Это про... Вот я часто сталкивался с этим советом, когда там люди говорят, что-то тяжело мне на Vim перейти и все такое. Тем, кто на Mac'е, им советовали попробовать для начала вот эту сборку, которая прям под Mac, которая выглядит как приложение под Mac, где там работают многие комбинации маковские. Что ты про это думаешь? По-моему, как называется Mac? MacVim, что ли? MacVim, да. Не-не-не. Это просто визуальное... То есть, есть же GVim, GVim, графический Vim. Ну, как бы... Ну, нет там ничего. То есть, там... Ну, то есть, все нормально? Я не понимаю просто в чем. То есть, там есть как бы разница в деталях, но она не связана с тем, как ты работаешь. Вот. Я, короче, не знаю, зачем это нужно. Окей. То есть, я не против этого просто. Я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, зачем это нужно. То есть, я его, конечно, запускал, смотрел, но ты его на сервере не запустишь. И там есть проблема еще в том, что у них конфигурация разная. То есть, ты заколебешься, тебе придется ифами там рулить, чтобы делать, типа, а если я в Gwim, то так, если не в Gwim, то так. Поэтому... И более того, например, для меня очень критичная является штукой. Я думаю, кстати говоря, это очень тоже важно. А у меня Vim... То есть, смотрите, видите вкладки, да, в терме? То есть, у меня Vim является частью вот этой штуки, частью вот этого переключения, потому что мой флоу личный... То есть, например, я использую Command-Tab для того, чтобы переключаться, ну, вот, например, между браузером и между этим терминалом. Видишь? Вот я... А, не видишь. Ты не можешь. Но смысл в том, что я переключаюсь между браузером и терминалом Command-Tab. А вот дальше я между... Сейчас вот уже это видно, да? Я переключаюсь между редактором и Bash, используя другую комбинацию. И понимаешь, это как бы из-за того, что появляется несколько плоскостей, это позволяет мне одновременно работать с большим количеством окон. Просто представь, что если у тебя, например, тебе надо одновременно работать с Vim, тебе надо одновременно работать с браузером, и одновременно что-то писать в баше. Проблема в том, что ты не сможешь моушеном нажимать Command-Tab. Тебе все время надо будет нажимать Command, смотреть, кто где там находится. Понимаешь, да? Потому что у тебя их три, а не два. Да. Вот. Поэтому это... Я, кстати, вот, ребята, обратитесь на это внимание, это реально очень-очень сильный фактор. Опять же, это мой флоу, но я знаю, что не я только его использую. Это очень сильный фактор того, чтобы вот как раз вот эта вот автоматизация, когда ты не думаешь. То есть у меня четко, что если я нажимаю Command-Tab, это переключение между терминалом, неважно, что там сейчас открыто, там может быть Vim, может быть Bash, и, например, браузером, или еще чем-то. То есть это не имеет значения. Но смысл в том, что оно как бы всегда происходит... То есть просто Command-Tab отпустил, Command-Tab отпустил. А внутри как бы, ну, очень просто перемещаться. То есть вы видите, это прям моментально, и все перед глазами. То есть Command-Tab все-таки такая непрозрачная операция. Кстати, вот про эти разные view там, или как их назвать, плоскости. Я, может, пропустил, потому что я там сегодня несколько минут пропускал. Но еще одна штука, с которой у меня были проблемы как бы в понимании, не в том, как это работает, а в том, а как правильно, как с этим, как это использовать правильно. Это табы и сплиты. И как бы зачем... Ну, то есть у меня общее было непонимание. Я понимаю их отличия, как бы и что мне делать, в каких случаях что использовать. Ты сейчас про табы сказал, я сейчас сделаю одну небольшую оговорку, и, может быть, кто-то там упадет со стула. Ребят, я раньше был ярый фанат автокомплита, но последние много лет я автокомплит не использую вообще. Вот. Так что... Кстати, почему у тебя здесь подсветка есть? А я же говорил, оно потому что просто вот идет отовсюду, и все. Я как бы... Понимаешь? То есть я просто не парюсь. А, окей. То есть оно вот есть где-то там, само откуда-то появляется иногда, и какие-то редакторы, еще что-то, мне не важно, я могу открыть все и без нее, и... То есть... Все пытаются, знаешь, это такая интересная штука, да, все все время пытаются уличить, то есть говоришь какой-то... Ну да, конечно. Я против сразу. Это такой конфликс. Подсветка не важна. А, он против подсветки. Давайте вообще все удалим и не будем пользоваться, да? Ну, как бы... Как бы вот, что я могу сказать. Теперь. Давайте про флоу, собственно. Как мы работаем? Вот ты говоришь сплит, табы, да. Я тебе скажу по-чесноку. Опять же, просто... Да, когда-то мы были такие все веселые ребята молодые, которым нравилось ядро линукса пересобирать каждый день и все настраивать, этапить. Я сейчас уже дяденька не самый молодой здесь, и мне реально хочется как бы время с семьей проводить и с ребенком, а не с моим редактором. Поэтому закругляемся. Да, поэтому... Поэтому, собственно, что? Поэтому я не использую как бы... Ну, то есть... Опять же, какие стандартные вещи? То есть я специально сплиты или табы как-то руками там их не вызываю. То есть фактически это все через плагины делаются, просто в которых они встроены. Например, давайте я вам покажу как бы флоу работы, как это отличается. Значит, первое. Навигация по файловой структуре. Значит, есть такой плагин, он стоит у всех вимеров, по идее... Ну, должен стоять как минимум. Он называется Nerd3. Открывает вот этот вот буфер слева. То есть, видишь, вот он буфер. Вот он нужен. Вот он как бы для этого используется. Он... Это клавиша... По-моему, он сам предоставляет эту комбинацию, хотя, может быть, я ее добавил, я уже не помню, в конфиг. Но это лидер-лидер. Я уже говорил, что лидер — это запятая. То есть лидер-лидер пропала. Лидер-лидер открылась. Лидер-лидер пропала. Ну, и дальше все хором повторили. Да, хорошо. Следующая очень важная штука. По дефолту переключаться между буферами — боль. Вот это реально тот случай, когда как бы дефолт вообще не катит. Поэтому посмотрите у меня в конфиге, обязательно это заберите себе. Я это давным-давно как бы увидел. Переключение происходит таким образом. Вы используете те же самые H, J, K, L, но только с зажатым Ctrl. То есть я зажимаю Ctrl, и видите, вот я просто такой вот туда-сюда, туда-сюда, лево-право, лево-право. Ну, если бы были другие буферы, я бы и по ним прыгал. Понятно, да? Просто без этого там реально надо комбо, чтобы в одну сторону перейти, комбо, чтобы в другую сторону. Сумасшедшая вещь, неудобно. Так что это как бы не нужно. Дальше. Если справа, например, открыт какой-то файл в этом буфере, да, я хочу это... То есть такое бывает, на самом деле, особенно когда вы через фази серч это делаете, я потом покажу, как он работает. Такое бывает то, что вы открываете какой-то файл, и вам нужно отредактировать файл, который рядом лежит. А вот видите, тут же закрыто все. Вот. То в NERD 3 есть такая комбо control-slash. Обратный, кстати, слэш. Стой, я, блин, все время путаю. Да, обратный слэш. Control-обратный слэш, смотри, что делает. Открывает папку, где лежит текущий файл? Он прям тебе курсор на этот файл ставит. Я это использую достаточно часто. Потому что, ну, как-то вот так получается, что срабатывает принцип локальности. Знаешь, есть такой в операционных системах. Да. А ты файлы открываешь только через этот NERD 3 или просто команды иногда? Сейчас там просто написали. Я понял, что это не про автокомплит. Это я просто по ходу вспомнил и сказал. Я сейчас как раз буду про табы как закладки рассказывать. Давай еще раз. Я говорю, ты файлы, новый файл открываешь, точнее, не новый, а существующий файл открываешь вот только так через NERD 3 или команды иногда просто? Сейчас я тебе объясню. Значит, я просто хочу сейчас как бы прям вот закончить с этим плагином, перейти на другой плагин. Давай. Значит, NERD 3 пользоваться очень просто. Смотри, сверху press, вопрос, to help. Вопрос. Так, вопрос. Вот. И здесь все, что вам надо. Open. Вот в предыдущем вот здесь вот. Go, просто preview. T, open, new tab. Я этим не пользуюсь. Open в сплите. Preview в сплите. Open вертикальный сплит. То есть, если просто сплит, это горизонтальный сплит, а здесь вертикальный сплит. Открыть, закрыть и вот вниз мотаем. Причем, кстати, заметьте, видишь, тут все осталось. То есть, опять же, тот же самый буфер тут. Никакой фантастики. Кстати, перемещение вниз, ctrl-d, ctrl-b. Ctrl-b почти постраничный. Ctrl-b выходит. Вот. Хочу еще трюк скажу, никто про него не знает. Я буду надеяться. Видишь, где курсор находится? Если я нажму z, z, смотри. Я отцентровал. Да, он отцентровал. Да. Сколько сегодня новых узнают люди. Вот. Но это, кстати, не значит, что я там все комбо знаю. Я реально много не знаю. Но когда я изучал Vim, я, мне кажется, попробовал все, что существует. Вот. Теперь давайте попасть в исходники зависимости к Vim. Там тра-та-та. Значит, вот я убрал вопрос. Смотрите. Да, можно. То есть, во-первых, при навигации, что для меня лично, опять же, важно то, что я рассказывал. Я использую те же самые команды. То есть, вот я перемещаюсь вверх, вниз по тексту. Открыть это O. Кстати. То есть, получается, что у вас одна клавиша для открытия папок и открытия файлов. О. И сразу вправо перепрыгивает курсор. Вот я пришел влево. И, например, смотри. Я вот нахожусь здесь, я хочу папку закрыть. Она мне мешает. Для этого X нажимается. Оп. Дальше можно провалить-то в папку и сделать ее основной. Это shift-C. То есть, я попал внутрь папочки up. И теперь, видишь, она вот как бы становится типа такой главной. Вот на уровень выше. Ну, и, короче, их много просто, да? Ну, таким образом, этого уже достаточно. Просто, чтобы вы понимали, это уже достаточно, чтобы перемещаться и что-то делать. Понятно. А, ну, есть еще как бы важная фишка. По умолчанию скрытые файлы, они скрыты. Shift-I, собственно, их показывает. Показать все, что скрыто. Скандал, интерьер, расследование. Снова убирать. Теперь, очень важная штука. NERD3 – это не просто навигатор. Создание, удаление, модификацию, перемещение файлов я делаю только через NERD3. То есть, мы тыкаем M. То есть, я вот стою на файле GEM-файл, да, M. И поехали. A – добавить, move – переместить, delete, copy, все, что надо. То есть, добавление нового файла, вот, GEM-темп, давайте, вот, DB. Я тыкнул MA, это очень быстро произошло. Набираю тест, Enter. Вот он появился, видишь? Вот я его открыл. Ага. Вот. Я также перемещаюсь на него снова MD. Он меня спрашивает Y. Ну, в смысле, я. Я это, опять же, набираю. То есть, мне не надо, знаете, как там, типа, одно менюшка появилось, я тыкнул, окей, вторая менюшка, окей, третья. Я знаю просто, чтобы удалить мне файл, я просто набираю эти три клавиши подряд очень быстро, и там никаких не бывает задержек. То есть, оно моментально просто уходит. Опять же, я это делаю даже не задумываясь. То есть, я могу в это время думать о чем-то другом, уже вперед смотреть, потому что оно раз-раз-раз и удаляется. Понятно, да? NERD3. Так, давайте теперь дальше. После того, как NERD3 мы разобрали, но в реальности именно вот переход по файлам, именно по файлам в проекте происходит не в NERD3. Ну, точнее так, если я совсем не знаю, куда идти, или мне лень об этом думать, и я хочу просто так вот как бы вот походить, я это в NERD3 делаю. Но чаще всего, когда идет разработка активная, я прямо в таком контексте нахожусь, то используется Ctrl-P. И здесь это очень привычно, особенно тем, кто на саблайме сидит, где это во всех редакторах есть, это в фазе серч просто. Он называется Ctrl-P. Собственно, как он и работает в Атоме, и в саблайме. Ctrl-P нажимаем, и все. И пошли набирать все, что хотите. То есть я, например, помню примерно, что это была какая-то вьюха, что-то там было про юзеров. Вон, и юмейл какой-нибудь, и юэрсон. А, вот не нашел. Ну вот, типа. Понятно, да? И вот он мне показал. То есть видно, понятно, что такое в фазе, кстати? То есть, может быть, не знает кто-то этой фича. Ну, то есть можно пропускать. Ну, это не четкий поиск по-русски называется. То есть если посмотреть, я что-то там набираю, но вот он вьюз нашел в пути вот здесь, дальше юзерс он нашел только вот здесь, и дальше вообще как-то там по одной букве я там находил. То есть при этом я вот в конце нью набрал, видишь, нью типа лучшее соответствие, потому что оно внизу. И все, и вот таким вот образом я быстро-быстро как бы перемещаюсь. Вот видите, тут кусочек нашего лендинга, что ли. Вот. Ну, опять же, вот как раз то, что я объяснял. Я вспоминаю, что мне надо отредактировать какой-то файл рядом, я просто жму Ctrl-слэш обратно, и вот видите, оказываюсь в этой папочке, рядом с этим файлом, и могу перемещаться. XXX, закрыли. Переместились наверх, X. Вот, собственно, это основная навигация, которая внешняя по отношению к коду. То есть это на основе исключительно Vima. Ну, и, естественно, никто не отменяет навигацию внутреннюю. То есть когда у нас есть вот ActiveFractiveBase. А, ну, я на самом деле просто обычно я с по два гранта работаю, там чуть лучше настроено. Здесь я сейчас снаружи открыл, поэтому переход не работает. Но вообще так у меня проваливается, то есть в определении везде, и уходит туда вовнутрь. То есть это делается по GF, и это делает, ну, провал происходит не только во внешней штуке, провал происходит также и вот в GEMA, например. Ну, там зависит от того, что используется. Давайте посмотрим. Давайте еще раз посмотрим, что там народ пишет. Внезапно такой мощный офф-топ пошел. Вот. Теперь следующий момент. Почему мы не используем табы, как происходит переключение? Значит, смотрите, в Vime существует такая вещь, которая называется, ну, буферы, да, и есть переключатель просто этих буферов. То есть он обычно, почему-то все, кстати, эти переключатели, они разные существуют, они завязаны на одну и ту же комбинацию очень часто. Это лидер B. Лидер буфер, получается, да. То есть я вот нажимаю лидер буфер, и вот здесь я вижу все открытые файлы. Вот. И обычно они еще в конце так классно делают, когда я лидер B нажимаю. А, нет, здесь, кстати, не делаются. Я уже отвык от этого. Обычно мы редактируем два последних файла. То есть переключение у меня происходит, ну, вот, как видите, достаточно быстро. Ну, иногда, как бы, я открываю и смотрю здесь. То есть вот, в принципе, такая идет работа. Если у вас идет работа по редактированию двух файлов, ну, вы достаточно что-то там активно с ними делаете, то просто сплитятся окна, и если вам нужно подсматривать, то вот так вот они переписываются. Хотя иногда я использую другой подход, и он, кстати, мне достаточно нравится. Я просто сплит делаю вообще на уровне iThermo, и у меня в левой части, как бы, Vim. В правой части я тесты запускаю, например. В духе. Сейчас это не сработает, но просто, чтобы вы видели. И, как бы, мне достаточно комфортно. Вот. Ну, попробуйте это сделать в своих редакторах. Это что касается... Ну, то есть вот так вот примерно workflow получается. Вот так вот там перемещение. Вот, кстати, перепрыгивание сработало, да? То есть, опять же, я переключаюсь внутрь буферов и смотрю то, что открыто. Отсюда я их также могу удалять. Причем те же самые клавиши. Shift-D. Например, Shift-D, Shift-D. Вот они ушли. Плюс у меня там по умолчанию в настройках включен сейв. То есть, например, вы, когда выходите из Vim, заходите в него, то в каждом абсолютно файле будет работать отмена. То есть вот вся ваша история, которая была, она работает. То есть вы можете всегда в любой момент файл откатывать. И вам не надо париться, что вы там сохранили, потеряли историю после перезапуска редактора. Опять же, сейчас все скажут, а у нас тоже такое есть в редакторе. Ну, я сейчас говорю о том, что мы пытаемся ответствовать всех штуках, которые являются как бы хорошими и не касаются редактирования текста, а не просто какого-то касаются самого workflow. Вот. Есть еще одна небольшая фишка. Иногда бывает так, что у вас открыто несколько... У вас есть несколько Vim'ов разных, и вам надо между ними копировать. И вот тут вот люди очень часто как бы делают... Ну, это сложно там, типа, катом открыл, сюда скопировал. Короче, это целая история геморрой. Как делает это правильно? У меня есть комбо, которое вы можете посмотреть в моих файлах, в .файлах. Я его сделал таким. То есть по лидер Y у вас происходит копирование выделенного куска в специальный файлик, который называется webbooth, который у меня... А я просто что-нибудь сделал. Webbooth. Вот. Странно, кстати, отчет, он скопировал. Вот, скопировал. И когда вы заходите в другой Vim, вы просто набираете комбинацию лидер P, и он туда делает вставку. Это вот такой вот хак. Ну, это не хак. Наверное, может быть, хак. Я подсмотрел его, по-моему, как раз у Yehuda. И мне это очень понравилось. Это реально очень юзабельно. То есть когда у вас есть несколько Vim, у вас открыты разные проекты, вам надо что-то там скопировать, какие-то куски кода, то вот лидер Янг, Янг это называется, да, копирование вот это, копирует в специальный файл в домашней директории, и потом вы это вставлять можете в других местах. Так что используйте это. Теперь. Теперь. Теперь я могу... Давайте я сейчас... Ну, в принципе, все. То есть я вам показал какие-то базовые совершенно вещи. Вот ничего более сверхъестественного здесь не происходит. То есть да, какие-то еще комбы, что-то нажимаю, но в целом все в рамках того, что я описал. Ну, там, похоже, убирать сюда приехали. Я сейчас вам покажу, собственно, важные плагины, как у меня это все выглядит. Так, как здесь расшарить экранчик. Так, вот. Теперь давайте я расшарю, и уже просто мы пройдемся по штукам. Во-первых, я рекомендую вот этот вот свой репозиторий не только потому, что здесь, типа, вот какой-то vim-конфиг. Здесь просто как бы концептуально, как .файлы хранить, как их через Ansible раскатывать, потому что довольно удобная штука. И это вот то, почему я говорю всем учить Ansible. То есть вот ставятся все дополнительные либо нужные для работы всяких плагин. Давайте покажу, где он у нас, собственно. Так, vimrc. Значит, первое. Vandal сделал нашу жизнь проще. Это, собственно, Packet Manager. Он единственный, кто должен ставиться, как бы, этим копипастом. То есть его надо, типа, в папочку в свиньем скопировать. Вот если мы откроем плейбук, видно, что он, как мы vandal вот отсюда копируем. То есть вот таска, которая его копирует. Собственно, все. Кстати, версию надо обновить. Давно этого не делал. После этого мы просто все остальное, просто плагины. И вот, собственно, список моих плагинов. Я не скажу, что они все делают, я уже не упомню. Но вот какие-то базовые там... Во-первых, есть такой Sensible, Team Pope, который сделал. Он какие-то там именно базовые конфигурации меняет. И он там пишет, что, типа, чуваки, если вы согласны с моим подходом, а я с ним согласен, потому что он самый уважаемый человек в Vim-комьюнити, и он сделал просто все, что там существует. Он меняет эти базовые штуки, которые потом применяются везде. Я сейчас уже не помню, что он там меняет, но там небольшой совершенно файл. Можете посмотреть и увидеть, как это работает. Дальше очень важный плагин, который... Ну, я уже говорил с URAM, без него просто жить нельзя. Дальше Synthastic – это плагин, который является тоже самым-самым важным, одним из самых важных. Потому что в Synthastic вы походите... Что это такое? Synthastic – это такой плагин, который позволяет вам поставить... Сейчас будет у меня немножко громко, потому что здесь убирают кабинет, в котором я нахожусь. Так вот, Synthastic вам позволяет подключать различные проверки. То есть это очень прикольно. Плагин внутри плагина. То есть это некая система, которая к себе... То есть к ней пишутся плагины, и он может... Это обычно стайл-чекеры, это компиляторы, там, кто угодно. И они проверяют ваш код. То есть если мы ко мне зайдем снова, запустим, сложно окна переключать, я сделаю ошибку синтактическую в каком-то файле, сохраню, то мне Synthastic, плагин Synthastic подскажет, что она ошибка, и он меня выведет. Соответственно, туда подключены линтеры, стайл-чекеры, есть линт, Ruby, Python, все на свете. То есть основная штука, которая занимается проверкой, что вы пишете не фигню, это Synthastic. Зайдите к нему в вики, вы увидите там 200 страниц подключения, различных сторонних историй, которые он умеет проверять. Следующая штука – это Vim Nerd 3. Я про него уже рассказывал, там все понятно. Это именно вот это дерево каталогов слева. Комментари – это штука для комментирования, тоже очень важная, очень такая популярная, умеет комментировать все, что угодно. То есть у вас есть такой комбо, там есть много разных комбо, но основной комбо, который я использую, это Toggle. То есть вы выделяете нужный вам блок, либо не выделяете, если нужно, одну строчку. Нажимаете комбо, я даже не помню, какое. Он вас комментирует, этот блок. Нажимаете это комбо повторно, он вам выполняет обратную операцию. Его фишка в том, что он работает абсолютно со всеми языками. То есть вам никакой проблемы его заюсят. Vim Repeat – это плагин, который позволяет точки работать, например, с раундом. То есть вот точка, помните, я говорил, которая повторяет ваши комбинации, она не работает с плагинами, которые делают какие-то хитрые преобразования. А Vim Repeat делает так, что точка теперь работает. Это фигня всякая ненужная. Это Ctrl-P в фазе search, то, что я говорил. Ну а дальше много-много всякого. Вот буфер – это то, что я использую для переключения. Ну а дальше уже конкретные языки, настройки, подсветки. Ну, в первую очередь отступы. Но есть, конечно, и какие-то другие истории. Сейчас я посмотрю, что здесь важно. Ну, в принципе, ничего, все остальное уже такое. По желанию, по необходимости. Вот, например, очень много для кложа у меня используется. Вот по Reddit, то, что я говорил, Fireplace. Некоторые плагины, обратите внимание, прям экстрактятся изнутри самих репозиториев. То есть докеровские, прям изнутри докера, Nginx изнутри Nginx. Ну и всякие настройки из серии. Вот это бэкап, что я рассказывал. Ой, не бэкап, это я вам сейчас наврал. Да, бэкап – это просто вперед-назад по истории. Вот это мап по переключению окон через Ctrl. Это тоггл вставки, не вставки. Вот в Nr3 оказывается какие-то файлы. А сам писал. Кстати, вот пришлось сюда давать исключение, чтобы он эти пики не показывал питоновские. А то их там будет очень много. Ну и всякое-всякое-всякое. Разное. Вот он, WebUV. Ну и как видите, на самом деле он у меня не очень большой. То есть какие-то есть штуки, но обычно они намного больше, эти файлы. Я стараюсь как бы здесь не использовать много. Единственное, вот у меня настройки синтастика. То есть у синтастика много чекеров, например, для того же JS. Я предпочитаю ESLint, и поэтому говорю ему, что использую ESLint. А в Ruby, например, я ему говорю последовательность. То есть если есть, то Rubacop. Если его нет, то MRI использовать для проверки. Вот, в принципе, и ничего здесь фантастического нет. Опять же, с фанглом стало всего достаточно просто. Вот ставите плагин, и все. Красота. Вот. Так. Возвращаемся. Сейчас я пойму, как. Рахим, парус. Друзья, какие слова? Я хотел спросить, немного уже в топ, но... Там, боюсь, надо уже закругляться, что-то потянулось. Да. Я просто хотел только скратце. Что ты думаешь про NeoVim, про вот эту попытку переписать Vim? Вот, давай. Это, да, это как раз последнее, то, что уже касается проблем Vim'а и попытка переписать. Смотрите, там то, что отругаются и описывали выше, все правильно. Vim написан так же, как и Emacs. Emacs хотя бы на Lispy написан, это приятно. А Vim написан вообще на каком-то наркоманском языке. Я пытался под него писать плагин, я не смог просто. То есть я понял, что мне надо гораздо глубже в это пытаться копнуть, потому что это реально просто наркомания. И более того, ну, Vim написан там, я не знаю полностью историю, но там типа одним человеком, там 20 лет. И это очень тяжело, и очень много легоси. И там плохие системы тут, плохие системы там, там даже нормальных менеджеров нет, ничего. И это не переделать, потому что там такое легоси, которое не снилось никому-то. Вот. И NeoVim это как бы попытка это, собственно, исправить. Я не знаю, к чему это приведет. Я рад, что это существует и что оно как бы что-то пытается сделать с этим, потому что, ну, какой-то прорыв вперед был. Вот. Так что, может быть, может быть. Люди говорят, что уже используют продакшн. Ну, в смысле, пользуются этим. Круто, что я могу сказать. Ну, и да, и вот, собственно, отсюда и проблемы Vim, которые у него есть во многом. Вот. Опять же, но есть как бы проблема, то есть есть как бы очевидная проблема. То есть там, помните, я говорил, комплексити бывает двух видов. Она случайная и необходимая. Так вот, случайная, это как раз связано вот с тем, что свой язык выбрали, там, наркоманские системы используют и так далее. Но необходимая сложность все-таки, есть сложность, которую не убрать. У него кривая обучение выше, вы ничего с этим не сделаете. Просто потому, что вот он совсем нестандартный в своем вот этом подходе с визуальным, с командным режимом. Вот. И последнее по поводу ТМУКСа. Ну, тут люди говорили, типа, АйМакс – это ТМУКС для бедных. Это как раз для меня. То есть я ТМУКС люблю, но использовать его в чистую, честно говоря, я не так часто в последнее время особенно куда-то лажу. И мне... Ну, в общем, это как у тебя, Рахим, получилось. Мне не доставляет это. То есть я не настолько на нем вжился, что прямо вот легко. Но iTerm позволяет творить чудеса. Я вам сейчас... Короче, смысл в том, что если iTerm запустить с определенными вкладками... Ой, с определенным флагом, дефис, cc большая, вы попадаете в ТМУКС, но перед вами появляется окошко iTerm. И по факту в нем работают абсолютно все те же клавиши, которые вы используете для открытия новых вкладок, для разделения табов, вообще все. И получается, что когда я вхожу в ТМУКС, я вхожу в него через этот режим, и для меня вообще ничего не меняется, как будто я как локально работал. А я уже вам показывал, что я довольно часто использую вариант, когда у меня слева ВИМ, справа этот... Там я тесты запускаю со всеми вкладки, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И получается, что для меня iTerm, ой, для меня ТМУКС, он как бы вот не особо существует с точки зрения самостоятельной единицы. То есть я пользуюсь им только, можно сказать, через iTerm, и разницы никакой не происходит. Вот. Ну, какие там базовые настройки я сделал, но, опять же, это было давно, сейчас я даже уже не упомню. Вот. И, в принципе, у меня закончились силы. Ну, неплохо. Я не могу дышать. Два часа. Но мы, по-моему, покрыли прям нормально. В конце уже побежали, потому что уже, да, тяжело два часа. Вот. Ну что, вы там в чате пишите потом на днях, если кто-то, я думаю, кто-нибудь попробует, если еще не пробовал. Да, ребят, и пишите отзывы, что понравилось, что не понравилось, что в следующий раз хотите, что-то там не услышали, чтобы мы знали, как меняться, как делать. Может быть, вообще скажите, ваши вебинары говно, не надо их проводить. Вот. А мы в пятницу будем пить пиво вместо вебинаров. Как нормальные люди. Да. Вот. Все, спасибо. Всем пока. Пока.